Наследие и подлинность. Мы прерываем долгое молчание и сегодня прогуляемся по окрестностям села Всехсвятское. Это ныне часть районов Сокол и аэропорт. И нашим спутником сегодня будет жилой квартал бизнес-класса Соул от девелопера Форма, который прямо сейчас возводится рядом с метро Сокол. Как сочетаются жилой современный квартал и богатейшая история района. Сегодня узнаем это и многое другое. Сейчас район известен своими тихими бульварами и гармоничной застройкой. А еще в 14 веке относятся первые упоминания об этой местности. В 17 столетии эта местность, село, носила название Святые Отцы. Но из-за постоянного разлива двух местных рек, Таракановки и Ходынки, в народе называли Лужа Отцовская. В Петровские времена здесь активно селилась грузинская диаспора, со временем насчитывавшая несколько тысяч человек. Эти люди переселились с Кавказа по историческим и политическим соображениям. В конце 17 века местность получила название Всехсвятская из-за церкви, освященной в честь всех святых. В 1736 году владелица села Всехсвятского и меритинская царевна Дарья Арчиловна строит здесь большой каменный храм. Он неоднократно перестраивался в конце 19-го, начале 20-го века из-за увеличивающейся паства. И службы здесь велись не только на русском, но и на грузинском языках. После революции церковь перешла к религиозному движению обновленцев. Это крыло русской православной церкви, которая признавала советскую власть и активно сотрудничала с большевиками. В 1939 году храм закрывают, здесь был склад, складское помещение. Но в 1946 году его открывают вновь уже под крылом русской православной церкви. Был обустроен иконостас, воссозданы утраченные росписи, а в 79 году прошлого века вновь зазвонил колокол. Уже в наше время прошла большая реконструкция, которая изменила наше восприятие церкви, но это уже совершенно другая история. Первое, что нас встречает возле метро «Сокол», это пожарное депо с колончой. Выстроили это здание в 1929 году по проекту архитектора Куровского. Противопожарные колончи в СССР строили до начала 30-х годов. Потом и здания повысились, и телефон распространялся, поэтому дозорная служба была избыточной. Зато здесь до сих пор находится пожарное депо в первоначальном здании, что не может не радовать. И получается, что это чуть ли не последняя пожарная колонча, которая выстроена в Москве, если не в Советском Союзе. Кстати, брат-близнец противопожарного депо на «Соколе» находится недалеко от станции метро «Авиамоторная». Построен по такому же проекту в конце 1920-х годов. И совсем рядом находится неприметное здание, тоже выстроенное в 30-е годы прошлого века. Сложно представить, но это районные бани, возведенные в 1934 году. Чего здесь только не было. До недавних пор даже Баварская пивная. А когда-то было районное место чистоты. Постконструктивистская поликлиника Аэрофлота с элементами ар-деко была возведена в районе села Всехсвятское, это будущий «Сокол», в 1930-е годы. Сначала при участии архитекторов мастерской Константина Мельникова здание было возведено в 1934 году как педагогический техникум. И уже позже, в 1937-м, оно стало поликлиникой Гражданского воздушного флота. Тогда же были добавлены скульптуры мальчика и девочки, которые запускают воздух-планер. А еще обратите внимание на часы, стрелки которых выполнены в виде градусника. В те годы район еще сохранял свой дачный настрой, так что такое современное здание в стилистике постконструктивизма заметно выбивалось с радиационных московских окраин. Только метро, которое придет сюда через несколько лет, изменит эту ситуацию. Так как рядом аэропорт, архитекторы думали, что все мы будем грезить воздухом и передвигаться исключительно по небу. Поэтому ими активно прорабатывалась идея пятого фасада, то есть то, как здание будет выглядеть из такси, дирижаблей и самолетов. Поэтому само здание продолжает тему аэротематики района и в плане имеет форму самолета. Поликлиника аэрофлота соседствует с парком Героев Первой мировой войны. У этого места очень необычная история. 1 августа 1914 года Российская империя вступила в Первую мировую войну. Вскоре Великая княгиня Елизавета Федоровна выступила с инициативой создания братского кладбища в Москве. Мосгордума одобрила эту идею и вскоре был организован сбор пожертвований на организацию кладбища. В ноябре появились первые значительные пожертвования и был выбран живописный участок. Это сад села Всехсвятского. Елизавета Федоровна была заметной благотворительницей. Она организовала не один приют для нуждающихся, пострадавших и раненых на той войне. Она же организовала Марфу-Мариинскую обитель. Уже в феврале 1915 года состоялось открытие братского кладбища с временной часовней. Кладбище было поделено на несколько секторов для погребения православных, католических, иудейских и магометанских воинов. Имелся отдельный участок для погребения сестер Милосердия. Выделялся западный участок, где располагалась аллея погибших авиаторов. Там хоронили летчиков. И на фотографиях у каждой могилы мы видим винт погибшей воздушной машины. Хоронили на кладбище представителей союзных армий, сербских солдат и офицеров, английских и французских военных летчиков, воевавших в рядах русской армии. Могилы на братском кладбище располагались ровными рядами и не имели оград. На каждой был маленький деревянный крест и табличка с надписью. Всего на братском кладбище похоронили 17,5 тысяч рядовых, 581 офицера, 51 сестру Милосердия и 14 врачей. После Октябрьской революции 1917 года в Москве началось вооруженное восстание, которое длилось около недели и завершилось установлением в городе советской власти. 26 ноября 1917 года на братском кладбище состоялись похороны 37 погибших в боях с большевиками, в том числе мальчишки-юнкера. Под впечатлением от этих похорон певец и поэт Александр Николаевич Вертинский написал свой знаменитый романс «То, что я должен сказать». Несмотря на это, во время гражданской войны на братском кладбище хоронили как солдат Красной Армии, так и белогвардейцев. В 1932 году кладбище было ликвидировано, а в центральной части бывшего кладбища был разбит парк. Все захоронения остались, но были снесены почти все надгробия, кроме одного – камня на могиле студента Сергея Александровича Шлихтера. И это удивительная история. Сохранность памятника оправдывают двумя версиями. По-первых, родители Шлихтера были видными советскими чиновниками и отстояли могилу сына. А по другой версии, надгробный камень, изготовленный в мастерских скульптора Шадра, был настолько тяжелым, больше двух тонн, что его без спецтехники сдвинуть было невозможно. Так и оставили. Сегодня тут невероятно уютный парк, несмотря на трагическую и масштабную историю этого места. А может быть, благодаря этому тут и воцарился долгожданный покой. Кстати, в парке, на удивление, много белок живет, и местные жители их постоянно подкармливают. Приходите сюда и вы. Музыка 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 Не самая очевидная на первый взгляд жемчужина района, которую, тем не менее, очень любят и ценят местные жители, это кинотеатр «Ленинград» в парке героев Первой мировой войны. Кинотеатр был открыт 13 января 1959 года, показан фильма «Кочубей». Это второй из трех кинотеатров в Москве, построенных по проекту архитекторов Гильмана, Новикова, Покровского и инженера Кривицкого. Первым был кинотеатр «Прогресс» на Ломоносовском проспекте, сейчас театр Армена Джигарханяна, а третьим – построенный по упрощенному проекту кинотеатр «Рассвет» на улице Зои и Александра Космодемьянских. «Ленинград» был одним из первых кинотеатров столицы, построенной в современной и модной тогда формате коробке, а также восьмым широкоэкранным кинотеатром столицы. Стеклянная обрезка в нижней части здания придавала ощущение легкости и создавала видимость, что основной объем здания висит над пустотой. Тогда уже несколько лет был как опубликован доклад Крущева о борьбе с архитектурными излишествами в проектировании и строительстве. То есть никакой самодеятельности, никаких сложных элементов. Архитекторы могли брать только детали из общесоюзных типовых каталогов. Тем не менее, это не могло стать преградой для талантливых и действительно творческих людей. Создатели использовали два вида кирпича для облицовки, чтобы создать сетчатый рисунок, напоминающий орнамент дворца Дожжей в Венеции. Заметные круглые окошки люкарны – это кольца канализационных люков. Ребристый верхний карниз – это подложка для укладки кабелей в кабельном коллекторе. А вертикальные направляющие по фасаду – это керамический уголок, использовавшийся в отделке стандартных ванных комнат по всему Советскому Союзу. Так что этот кинотеатр – настоящий памятник хитрости, выдумки, смекалки архитекторов. Так как кинотеатр был назван в честь города Ленинграда, то здесь проходили тематические показы и все премьеры киностудии «Ленфильм». А в фойе кинотеатра была оформлена постоянная выставка, посвященная этой киностудии. В 1980-х годах в кинотеатре действовало 9 киноклубов и кинолекториев. В 2011 году кинотеатр был закрыт. Позже были опубликованы планы по строительству на этом месте большого торгового центра. Однако местные жители собрали 7 тысяч подписей против сноса дорогого им здания. Одно из ярких предложений – создание здесь музея Первой мировой войны, помня историю контекста этой местности. Протесты и митинги сработали, план по сносу отозвали, но с тех пор это здание стоит пустым. Мы очень-очень надеемся, что в ближайшее время кинотеатр ждет ренессанс, а новые владельцы сохранят столь оригинальный, яркий внешний вид, который является знаковым для города Москвы и для истории района Сокол. Сокол Акуба Сокол Акуба Сокол Акубу 8 августа 1920 года В 1921 году Владимир Ленин подписал декрет о кооперативном жилищном строительстве, согласно которому кооперативные объединения и отдельные граждане получали право застройки городских участков. Дело в том, что жилища тогда в Москве катастрофически не хватало, а денег на возведение нового жилья власти выделяли очень мало. И вот в 1923 году состоялось первое заседание кооператива «Сокол». По одной из версий название происходит от того, что первоначально землю должны были выделить в Сокольниках, а не рядом с селом Всехсвятским. И даже якобы подготовили документацию с печатью «Сокол, который держит в клюве небольшой дом», и поэтому решили название «Сокол» оставить. На старте строительство дома тут стоило около 600 золотых червонцев, что было по карману не каждому. Кто жил в поселке Сокол? В состав товарищества входили сотрудники наркоматов, экономисты, художники, учителя, агрономы, техническая интеллигенция и заслуженная рабочая. Первым председателем правления кооператива «Сокол» был председатель профсоюза «Всекохудожник» Василий Сахаров. Дома поселка возводились по индивидуальным проектам. В основном проектирование и строительство было окончено к началу 1930-х годов. Всего построили здесь 114 домов со всеми удобствами. В мае 1928 года постановлением Президиума Моссовета улицы были переименованы в честь русских художников Левитана, Сурикова, Поленова, Врубеля, Кипренского, Шишкина, Верещагина и других. Так поселок Сокол стал известен как поселок художников. В конце 1920-х годов концепция застройки Сокола и индивидуальными жилыми домами была подвергнута критике. Дело в том, что идеология предполагала скорее возведение коллективных рабочих домов. Интересно, что одним из критиков Сокола стал автор большинства его домов архитектор Марковников. С учетом реалий времени в конце 1920-х, в начале 1930-х годов здесь даже возвели несколько многоквартирных домов для рабочих. В 1933 году Соколом вообще назовут всю местность вокруг, а в 1938 году появится одноименная станция метро. Весь район и за его пределами постоянно привлекал кинематографистов. Представьте себе такую картину. Гигантские роботы на атомных батарейках штурмуют поселок, где забаррикадировались простые рабочие. Это сценарий советского фильма «Гибель сенсации», который вышел на экраны в 1934 году, а роль того самого поселка играл поселок Сокол. Посмотрите обязательно этот фильм, он легко доступен в интернете. В 1936 году кооперативное строительство в стране было свернуто. Все дома поселка Сокол перешли в собственность города Москвы, а многие жители стали жертвами сталинских репрессий. Например, председатель кооператива Сокол Василий Сахаров. В позднее советское время поселок пытались снести, и даже звучали призывы там и тут снести эти курятники бульдозером, сковырнуть их. Но в итоге жители добились в 1979 году признания поселка памятником градостроительства первых лет советской власти. Тут же находится одна из самых коротких, если не самая короткая улица Москвы, Венецианово. Ее длина чуть больше 40 метров, так что всю улицу напрямик вы сможете пройти меньше, чем за минуту. К сожалению, сейчас в поселке осталось процентов 60 оригинальной архитектуры. В последние 15-20 лет новые хозяева стремятся снести исторические дома и построить на их месте новые, многоэтажные, несмотря на официальный запрет такого рода деятельности. Недавно, около полугода назад, был снесен знаменитый особняк братьев Песниных в стиле Вологодской избы. Но дух старого времени тут все еще не обучайно силен, так что обязательно приезжайте полюбоваться поселком Сокол. КОНЕЦ Перенесемся на другую сторону от Ленинградского шоссе. Возможно, вы слышали про знаменитое авангардное общежитие архитектора Николаева, которое некоторое время назад было реконструировано. Так вот, тот же Трест Текстильстрой заказал проект общежитий другой, который взялись реализовывать архитекторы Гладков, Зальцман и Блохин. Стояла задача создания трех общежитий на 8 тысяч студентов. Строительные участки находились в Ананговской роще, в Дорогомилове и в селе Всехсвятском, где мы с вами и находимся. Здесь предусматривались в основном жилые помещения. Комнаты для несемейных, одиночек, по 14 квадратных метров и для семейных, по 20 квадратных метров. Фасады общежитий проектировали с модным тогда ленточным остеклением. Основным материалом избрали доступный кирпич, а классические несущие стены сделали поперечными, что как раз и позволило реализовать сплошное горизонтальное остекление и улучшить звукоизоляцию между корпусами. Уже сильно позже, в 60-е годы, в большинстве общежитий убрали ленточное остекление и кое-где заложили столь интересные лестничные горизонтальные проемы. Но большинство зданий дожили до 21 века практически в первозданном виде. Жилые комнаты были оборудованы типовой мебелью. Две кровати, два стола и встроенный шкаф. Возможно, вы вспомните, что в 20-е-30-е годы была такая тенденция делать эксплуатируемые кровли, где можно было загорать, принимать солнечные ванны. Здесь тоже это было. И в комплексе таких же общежитий в районе Лефортово были сделаны десятки фотографий известным фотографом Александром Родченко. Наиболее ярким, по нашему мнению, был именно студгородок на Соколе, где корпуса для семейных и несемейных разделили большим зеленым бульваром. Только в нулевые годы были снесены N-образные корпуса для семейных и два прямоугольных корпуса для студентов-одиночек. Сейчас на их месте возвышаются обычные жилые дома. Немного нелепо и потеряно выглядит памятник Ленину, который стоит на бывшем бульваре и напоминает о планировке минувших лет. До недавнего времени остатки авангардного квартала кипели студенческой жизнью, и только недавно они опустили. Сегодня жилым остается лишь одно здание из сохранившихся четырех, и сейчас мы волнуемся о судьбе исторического всехсвятского студенческого городка. Надеемся на сознательность владельцев этих зданий, понимание роли их контекста в истории района, ведь они часть местной, такой яркой, но очень хрупкой экосистемы, которая их делает Сокол и аэропорт уникальным районом. Мы сейчас стоим с видом на не самую примечательную заводскую территорию, но за этим высоким забором скрывается самая настоящая история района Сокол. Дело в том, что здесь когда-то располагалось Всероссийское кооперативное объединение художник, или сокращенно Всеко-художник. Это был союз товариществ работников изобразительного искусства, объединяющий артели художников, скульпторов и мастеров ремесел. Молодому государству требовалось много разного вида идеологически подходящих статуй, декоративных строительных элементов, украшений для парков, дворов, скверов, поэтому инициативу о создании объединения очень быстро поддержали на самом высоком уровне. В рассказе про поселок Сокол мы упоминали одного из руководителей кооперативов Василия Сахарова. Так вот, в начале 30-х годов он становится руководителем Всеко-художника. Он не был человеком искусства, но хорошо в нем разбирался, и его предприимчивость позволила Сахарову добиться выделения значительных площадей для городка художников по соседству с авангардным студенческим городком в районе села Всехсвятское. В 1933 году начались работы. Это должен был быть продуманный мини-район для творческих людей, который объединял бы студии, цеха, классы для обучения, производственные мощности. Будущий городок искусств доверили проектировать архитектору Гольцу. Центральное место занимала изофабрика, которая включала в себя скульптурный корпус. Так как на смену авангарду приходила классика, то в работе Гольца видно влияние итальянского ренессанса. А открытый двор изофабрики планировался как парк скульптур, и помещенные туда работы постоянно менялись. Почти все руководство кооператива было репрессировано, а многие расстреляны в рамках большого террора, в том числе Василий Сахаров, который так много сделал и для городка художников, и для поселка художников Сокол. С новым руководством, с пересмотренными планами, но все еще по проекту Гольца по Балтийской улице выстроили здание художественного училища, которое должно было обрамлять городок художников. Короткая, но яркая история очередного городка мечты закончилась с началом Великой Отечественной войны. На основной территории, в том числе в стенах изофабрики, расположилось предприятие, которое существовало до недавних пор. А здание изоучилища сохранило художественную и образовательную функции. После войны в нем располагался Московский институт прикладного и декоративного искусства, сокращенно МИПИДИ. Директором института некоторое время был знаменитый художник Александр Александрович Дейнека. Сейчас о МИПИДИ знают лишь специалисты, но в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века это был один из ведущих художественных вузов страны. Его закончили многие знаменитые мастера и скульпторы. В 1952 году институт расформировывают, а яркое здание изоучилища за авторством Гольца впоследствии переходит от одного НИИ к другому. С тех пор богатая, но короткая история городка художников покинула эти места, лишь изредка проглядывая сквозь заборы тихих НИИ и предприятий, которые расположились на месте утопии, мечтателей, фантазеров начала 30-х годов прошлого века. В итоге от всего комплекса всекохудожника до наших дней дошла только изофабрика, изоучилища, издания индивидуальных скульптурных и живописных мастерских. Казалось бы, на этом можно и закончить, но недавно территорию той самой чудом уцелевшей воздушной и итальянской изофабрики выкупила под застройку компания «Форма». Она решила полностью вернуть исторический облик фабрики, провести реставрацию и сделать из этого места общественный культурный центр строящегося квартала «Соул». Вся общественная жизнь сосредоточится вокруг объекта культурного наследия, который будет бережно восстановлен и вернет свою первоначальную функцию, разместит в себе школу искусств и творческие мастерские. Команде реставраторов предстоит восстановить образ изофабрики в ее авторском облике благодаря кропотливой работе по изучению здания, архивных чертежей и исторических фото. На первых порах под слоями штукатурки была обнаружена первоначальная отделка колонн, в том числе изящнейшие капители с роскошным орнаментом из листьев и цветов, оригинальные проемы, заложенные полвека назад и множество других архитектурных элементов или указаний на их вид и расположение. Это значительно упростит задачу по возвращению первоначального облика изофабрики. Галереи колоннада будут тщательно воссозданы по сохранившимся чертежам и фотографиям. Жители Москвы смогут познакомиться со зданием изофабрики в его первоначальном виде. Проект квартала СОУЛ учитывает исторические смыслы и традиции района СОКОЛ. Здания изофабрики, которые находятся на центральной площади квартала, будут обрамлять характерные для этих мест и редкие по современным меркам камерные дома от 6 до 8 этажей. Они получили название ЮНИК. Они расположены в самом центре культурной жизни, но при этом внутри сохраняют тихую и уединенную атмосферу. В каждом доме всего от 15 до 33 квартир, а на крышах расположены приватные клубные террасы только для резидентов ЮНИК. А в одном из домов будут доступны квартиры с дизайнерской отделкой. Вторым рядом за зданиями ЮНИК выстроится более характерное для современной столицы высотное здание от 20 до 29 этажей. Архитекторы британского бюро Симпсон Хоу с уважением отнеслись к историческому контексту района. От трехэтажного здания и зафабрики СОУЛ аккуратно набирает высоту над зелеными просторами и сложившимся московским окружением. Это создает ощущение нелинейной городской застройки и вписывает новый квартал в уже сложившуюся среду. Квартал СОУЛ от девелопера Форма должен стать пространством для самовыражения и творческого взаимодействия. Раз мы вновь заговорили о мечтах, то рядом сохранились общежития модернистские академии медицинских наук. Здесь жили ординаторы, аспиранты и докторанты. Вроде бы достаточно рядовые здания, и зачем нам обращать на них внимание? Дело в том, что оно сохранило свой изначальный облик, каким его и задумывали архитекторы. И, конечно, прежде всего мы имеем в виду разномастное остекление стекол и балконов, которое искажает внешний облик зданий. Это давняя проблема всего модернистского наследия. Тут мы можем окунуться в атмосферу советского образцового квартала. Посмотрите, как актуально и лаконично смотрится единый стиль остекления. Если бы в рамках капремонта здания не зашивали бы вентфасад, а просто отмывали от четвертьвековой пыли с соблюдением изначальной задумки архитектора, то наши города очень преобразились бы. А пока мы можем наблюдать подобную аккуратность только на ведомственных домах и общежитиях. Именно такая подлинность и сохранение изначального уклада жизни привлекает кинематографистов. Не так давно здесь в интерьерах снимали, например, фильм Петрова в гриппе. К категории лаконичной красоты мы с любовью отнесем издание Всероссийского института научной и технической информации. Это строгое здание появилось в конце 1980-х годов и стало доминантой, высотной для всего окружающего района. Строгие, но выразительные и нескучные формы, лаконичные и естественные материалы, ребристость фасада. Оно является собой хороший образец сдержанного позднесоветского модернизма, который мы так любим и очень-очень ценим. Амбулаторный пруд, имея, конечно, другое название, фигурирует еще на дореволюционных картах. В 60-х, 70-х годах прошлого века здесь ведется активная застройка и пространство вокруг пруда превращают в сквер, а на берегу в 1974 году возводят кинотеатр. В Москве того периода существовала традиция называть новые кинотеатры именами союзных республик. Так кинотеатр на улице Усиевича получил название «Баку». Здание кинотеатра было построено по проекту группы архитекторов Волкова, Смолина, Фадеева, Аненкова, которые переработали типовой проект того времени в восточном стиле. Говорят, что пруд символизирует Каспийское море, а в лаконичном интерьере находилось кафе «Баку», которая была оформлена в азербайджанском национальном стиле. Асимметричное в плане здание имело несколько фасадов, его архитектурно-планировочная композиция включала множество элементов, такие как террасы, галереи, открытые площадки и лестницы, сходы к воде. Здание облицевали травертином, это известковый туф светлого оттенка, а также камнем-ракушечником. Самое интересное, что оригинальный кинотеатр «Баку» работал вплоть до своего закрытия, а у входа размещалось настоящее произведение каллиграфического искусства, афиша в советском стиле, создаваемая под каждый новый фильм. Увы, оригинальное здание было снесено в конце десятых годов, уже столетия нынешнего. Сейчас на его месте возвышается новая постройка. Но что остается неизменным, так это желтые утки-огори, которые прилетают сюда каждую весну и выращивают потомство на радость местным жителям. Развилку Ленинградского и Волоколамского шоссе трудно представить без модернистского здания Института Гидропроект. А первоначальный вариант, кстати, разрабатывался в мастерской зодчего Каруа Лабяна, который занимался планировкой всего района Сокол, в 1951 году. И вот этот первый вариант был выполнен как раз в стиле пышной неоклассики и заигрывал со зданиями сталинских высоток. Проектирование, нужно сказать, затянулось и вернулись к нему уже в 1960-е годы. Здание Гидропроекта было построено в 1968 году уже в стилистике интернационального, международного такого модернизма. Это одно из первых подобных высотных зданий в Москве, поэтому при проектировании столкнулись с множеством технических проблем. Здание представляет собой лаконичную башню, а облик фасадов определяется чередованием зеркального, прозрачного и темного закаленного стекла, стимолита. По остеклению проходят вертикальные серебристые полосы металлических профилей. Вход в институт, расположенный в южной части стилобата, подчеркивается парадной лестницей с сильно выступающим козырьком. К сожалению, уже, наверное, лет 20 здание завешено рекламными баннерами, либо просто объявлениями, поэтому как оно выглядело изначально, мы можем рассмотреть только на старых фотографиях. Прямо рядом с метро, в глубине многоэтажной застройки района, сохранился совершенно необычайный артефакт своего времени. Это частный дом, который принадлежал летчику-испытателю Жукову, который жил там до 80-х годов. Дом поэтому не тронули в 60-е и 70-е, когда шла активная застройка района. Сейчас он находится в глубоком дворе и скрыт от посторонних взглядов. И говорят, что он принадлежит потомкам летчика, поэтому дом и сохранился в целости и сохранности. И мы этому очень рады. Мы вновь переносимся в район песчаных улиц. Гуляя по району, невозможно кратко не коснуться их истории. Несмотря на активную жизнь первые годы советской власти, несмотря на то, что здесь появились научно-исследовательские институты, и заводы, и общежития, район продолжал оставаться малоэтажным. Он состоял из дореволюционных дач, которые имели огородики, но стояли без канализации. Настоящее движение в районе началось в 1940-е годы, в конце, когда тут началась масштабная застройка. Архитекторы искали формулу идеального города, но при этом старались использовать современные строительные технологии. Наибольший вклад в создание района внес архитектор Каруа Лабян, который работал здесь со своей мастерской. У него десятки работ, но одна из самых известных, пожалуй, это театр Советской Армии на Суворовской площади. Район сочетал в себе широкие улицы с большим количеством зелени и кирпично-монолитные дома, с нее классическим декором, который дошел до наших дней. Эти дома разной степени этажности, от трех до девяти. И получались закрытые зеленые дворы с элементами благоустройства, с магазинами, кинотеатрами, со всем, что нужно для хорошей, спокойной, размеренной, тихой жизни. И спустя 70 лет мы можем назвать район Новопесчаных улиц одним из наших любимых районов Москвы, где ощущается тишь, где кажется, что ты действительно не в Москве, где-то далеко-далеко, в небольшом городке, километров за 50-70 от МКАДа. Мы находимся в старом сиреневом саду Леонида Колесникова, который спрятался в глубине района Сокол. Леонид Алексеевич Колесников родился в 1893 году в состоятельной купеческой московской семье. Он был младшим из пятерых детей. Его отец владел домом на Кузнецком мосту и земельным участком в селе Всехсвятском, близ Москвы. Леонид учился на экономическом отделении Московского коммерческого института, и оттуда он в 1916 году был призван в действующую армию. Там же освоил специальность военного шофера. Колеся по фронтовым дорогам, Колесников часто оказывался на территории разграбленных барских усадеб, где вокруг росла и благоухала сирень. И очарованный необыкновенными цветами, Колесников решил собрать свою коллекцию сирени. Он серьезно взялся за звучание редких дореволюционных каталогов, ездил в ботанические сады, продолжал объезжать заброшенные барские усадьбы в поисках саженцев. Возделываемый здесь Леонидом Колесниковым на правом берегу реки Таракановки сад быстро увеличивался в размерах, и в 1923 году здесь уже росло больше 100 сортов растений. Удивительно, что селекция сирени стала для Колесникова основным делом всей жизни, хотя формально занимала место хобби. Он продолжал трудиться шофером, а селекция – это в свободное от работы время. В 1954 году был создан питомник рядом с Измайловским парком, и туда перенесены все сорта, выведенные селекционером. Всего за свою жизнь он вывел 300 сортов сирени, сохранилось около 50 из них. После этого в 60-е годы, когда вокруг уже выросли высотные дома, речка Таракановка была спрятана в коллектор, который находится прямо под нами, а фамильный дом Колесникова был снесен. Сирень селекции Колесникова растет в парке Букингенского дворца в Англии, в королевских ботанических садах в Канаде, есть она в США, в Тайницком саду Кремля, и вообще включена в собрания многих ботанических садов мира. А Колесников – один из самых известных селекционеров сирени в мире, если не самый известный. А начиналось все в тихих лабиринтах сонных песчаных улиц. Сейчас здесь тоже растет сирень в памяти Леониде Колесникове. Мы завершаем нашу прогулку. Кажется, что охватили меньше половины достопримечательностей районов Сокол и аэропорт. Спасибо городскому кварталу Соул, что организовали такое наше путешествие. Подписывайтесь, оставляйте лайки. А если у вас есть воспоминания, связанные с районами Сокол и аэропорт, пишите в комментариях, мы все обязательно прочтем. До скорой встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok